Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Семья Тарантиных. Но прежде чем приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых моих обзоров. Ну а мы переходим ко влогам канала Семья Тарантиных. Как всегда, Настя нам сообщает, время вечер или время утро или время день. Но сейчас у нее время вечер. Знаете, мне вот это ее выражение напоминает фильм, название фильма «Гостиника. Время лета». Очень напоминает. Вот прям как будто она смотрела этот фильм. Хотя я уверена, что Настя не смотрела ни этот, ни какой-либо другой фильм. Она просто этим всем не интересуется. И интересно, читала ли она какие-нибудь книги. Может быть в юности своей или в детстве, может в отрочестве, не знаю. Ну хоть что-нибудь она читала, кроме школьной программы. Хотя я думаю, что и школьную программу Настя тоже не оселила. Но это мое мнение. Возможно, оно неверное. Если оно неверное, отправьте меня в комментариях. Завтра, говорит Настя, ей некогда будет готовить, поэтому сегодня она готовит суп с фрикадельками. Говорит, там рис, картошка у нее. Видно следующий день. Почему некогда будет? Видно, в городе она была. Вот это вот следующий день, когда Настя говорит, что в городе была. Ильюша. Вот мне очень нравится, как она произносит это имя. Ильюша, через мягкий знак. Что-то ей там помог донести. Сумки, что ли. Ну вот, не Илюша, а Ильюша. Ну, Ильюша так Ильюша. Маша, убери котенка из кухни, говорит Настя. Так, чтобы он мне тут не меркал. Думаю, ну обалдеть. Но знает же прекрасно, что именно Маше надо держаться подальше от котенка. И от кошки. И в принципе от всех животных, которых заводит Настя. Потому как у Насти страшнейшая аллергия и астма. Но видно, Настя об этом не знает. Ну или когда ей надо, она об этом просто забывает вдруг. Вообще уникальная мама. Она не боится, что может начаться приступ у ребенка. Вообще какая-то бесстрашная. Ужас какой-то. И почему меркал, почему не мяукал. Какой-то у нее сленг своеобразный. Все-таки Насте мне надо продолжить вести глоссарий. Я уже одно время отказалась от этой идеи. Но сейчас понимаю, что зря это так. Поэтому продолжу я вести глоссарий свой. Была Настя в фикс прайсе. Сделала какой-то заказ еще. И показывает, что она приобрела. Ватные диски, спрей для волос, чтобы Машу расчесывать. И тут же Маша, которая рядом крутится, должна убрать зонтик. Да, по приказу Насте говорит, убери зонтик. Но смотри, недалеко, потому как ей снова он понадобится. Обалдеть. Маша там как прислуга какая-то, что ли. Несмотря на то, что у Насти очень много детей. У нее далеко не одна Маша. У нее восемь детей. А видит она только Машу. Маша, убери котенка. Маша, убери зонтик. Дальше Настя говорит, возьми этот спрей, который я купила для того, чтобы тебя расчесывать. А он был завернут в несколько слоев пищевой пленки, насколько я поняла. В любом случае, тяжело было его сразу распаковать. Маша, возьми ножницы, распакуй этот спрей. Обалдеть. Маша берет этот спрей и идет его распаковывать. Вот больше некому это сделать. Я не понимаю, Настя. Вот честное слово. Две упаковки ручек купила. И тут мы что видим? Мы видим кошку на столе. Ну, в принципе, как и всегда. Это кошмар какой-то. Кошка на столе практически живет. Она, ну, я не знаю, есть ли такие моменты, когда ее там нет. Она всегда на столе. И Настю это все устраивает. Одна, вторая кошка скоро будет на столе тоже. Ну, кошмар. Жидкое мыло купила. Шампунь купила. Резинки для волос. Как-то она, так сказала, ребятишкам. Как будто бы и мальчикам тоже. Ну, понятно, что девчонкам. Кофе. Без кофе Тарантина в жизни себя не представляет. Дезодорант. Дезодорант взял Ариксону. Говорит, если он мне не поможет, возьму снова тот мужской, которого она пользовалась. У кого-то из сыновей заберет. Очень интересно. И в итоге у нее будет два дезодоранта. И свой, и тот, который она у мальчишек заберет. А мальчикам ноль. Очень интересно. Или она им отдаст свой женский. Тоже странно. Ну, вообще-то, вы знаете, не зря есть два вида дезодоранта. Мужские и женские. Не понимаю, как можно. Если еще женщина когда-никогда может себе позволить мужской дезодорант. Но это крайне редко, когда уже все, уже край, вообще ничего дома нет. Один раз, не знаю, за несколько лет можно это сделать. Но не на постоянной же основе этим заниматься. Правда? Ну, а Настя считает, что если она заберет мальчишек, то мальчишки могут забрать у нее. Представляете, мальчики, от которых пахнет женским каким-то дезодорантом. Вообще жесть. Ну, вот, как я и говорила, кошка на столе снова. Или это была другая кошка, или та самая запрыгнула снова на стол. Но факт остается фактом. Коты ходят по столу, как по Бродвию. Катя говорит, теперь будет иметь обновку. У нее будут велосипедки. Маша говорит, ну как так, у нее вроде как уже есть. Что отвечает Настя? Вообще меня выбило из колеи. Говорит, Катя вернет тебе твои велосипедки. А у нее будут новые. Не, ну нормальный ход вообще. Значит, Катя подносила-подносила Маши на эти самые велосипедки. Потом ношенные, получается, уже и Машей, и Катей велосипедки вернутся снова к Маше. А у Кати будут новые. Почему Маше не купить новые? Почему Маше не купить новые велосипедки? Почему надо Кате покупать? Это я вообще не поняла. Вот такой ход конем какой-то странный у Насти. Маша должна ходить в каких-то старых вещах, а другие дети могут ходить в новых. Почему нет? Почему такое отношение к Маше? То принеси-подай, то старье тебе все отдам. То какое-то такое, вы знаете, вот неуважение проскальзывает какое-то к этому ребенку. Хотя, в принципе, ребенок, единственный ребенок, который был рядом с вами, хотя нет, там еще была какая-то девочка, я пока не всех по именам знаю, кто есть кто. Но был еще один ребенок Насте рядом, когда Настя распаковывала одно другое. Но все указания были даны именно Маше. Почему так, я понять не могу. Купила Настя килограмм пельменей. Говорит, в морозилку положу, да. Килограмм вареника с творогом. Килограмм таких вот пирожочков с картошечкой. Килограмм пирожочков с капусточкой. И килограмм мяса капустных каких-то пирожочков. Настя считает, что это прям очень много. Но на такую большую семью это абсолютно немного. И я не думаю, что прям надо на это все дело надеяться. Но, как мне показалось, Настя прям так была горда собой, что она прям очень надеется на то, что вот это вот все, что она купила, очень и очень спасет семью. Да, спасет. В том случае, если вообще уже Насте не будет дома, готовить будет некому. Можно действительно себе отварить вареники или пельмени, или пирожочки пожарить. Но, опять же, это вроде перекуса. Это не полноценная еда все-таки. Пирожочки, да. Вареники и пельмени, возможно. А вот пирожочки эти. Ну и мясо капустные блинчики. Настя их называет блинчики. Это блины, фаршированные мясо капустной начинкой. Это тоже перекус. Это не еда. Это не полноценная еда. Но Настя очень и очень на это дело надеется. Вернулась она снова к кошке. Почему? Потому что кошка уже в коробке. Но где? На микроволновке, представляете? И для Насти это абсолютно нормальное явление. Я просто в ужасе от того, какая антисанитария у нее там происходит, творится на кухне. Ну а дальше снова склейка видео. Понедельник вечер, говорит Настя. Удивительно, почему не понедельник, время, вечер? Что случилось с Настей? Что-то непонятное. Сделала тефтельки, говорит, приготовила. Такие достаточно большие. Действительно большие. Очень большие. Огромные даже. С вермишелью. Ну, думаю, поедят дети. Это второе. А где первое? Почему супа никакого нет? Очень интересно. Или суп еще вчерашний, или позавчерашний, тот, который с фрикадельками. Это вдвойне интересно. Потому как суп с фрикадельками, тот же зевтель, ну, в принципе, где-то рядом все, да? Не знаю я, какое первое было у детей. Ну, а дальше распаковка василька. Я думала, что там ничего интересного не будет, но посмотрела. Конечно, как и всегда, все смотрю, думаю, ну, и тут гляну. Игору. Пришла футболка черная на лето, 48-го размера. И шорты точно такие же черные. И вот я думаю, Настя говорит о том, что не было светлых каких-то футболочек. Я думаю, надо ли было Игору вот прям так вот обязательно вот этот вот костюмчик брать? Надо ли было? Вот если нет светлого, то я бы и не взяла ничего. Зачем ребенка одевать во все черное летом, в жару? Не знаю я. И вообще очень интересна мысль василька тоже. Для чего черные вещи на лето шьют? Не понимаю я этого. В свете 42-го размера взяла тунику. Туника, кстати говоря, тоже черная, но повеселее расцветочка. Где-нибудь такие вот цветные какие-то пятна. Красная, желтая, зеленая. В общем, такого вот плана. Повеселее смотрится, но все равно основной цвет черный. Тоже мне это непонятно. Марине взяла. Ну, думаю, хоть Марине повезло. Разноцветную футболочку, светлых тонов. Красно-желтые какие-то, оранжево-желтые, голубовато какие-то, не знаю, такие вот интересные цвета. В садик Марине самое то. Ходить на площадку, в садик, куда угодно, в магазин выйти. Самое то. Хорошая летняя расцветочка, легенькая футболочка, шортики. Ну, красота. И тут же выдает Настя. Изрослась Марина. Да, господи, что же за слово-то такое? Где мой глоссарий, подумалось мне? Изрослась. Представляете? Ну и сленг. Ну и сленгу Насте. Она и хотела сказать, что Марина очень вытянулась за это время. И говорит, так изрослась, что мы даже не заметили. Очень быстро растут дети. Это нормальное явление. Радоваться бы Насте, но на лице Насте не было ни тени улыбки. Какая-то вот усталость вселенского масштаба была. Ну, может быть, это и понятно, детей-то сколько, с одной стороны. С другой стороны, простите, никто никого не заставлял рожать в таком количестве детей. Ну, согласитесь. Оксане перепала желтая футболочка, почему-то ее Настя называла серой, и шортики. Ну, куда ни шло, да. Вот желтый цвет, более-менее такой вот летний. Уже не черный, уже хорошо. Носки. Да, носки Настя взяла светленькие. Да, не стала говорить брать темные. Ну, вот где логика у этой женщины, я не знаю. Логика покинула чат. По-другому, ну, никак не сказать. Вот носки можно было бы взять темные. Да, можно было бы взять светленькие, можно было бы взять темненькие, но ни в коем случае не брать темные туники. Это вообще меня выбило из колеи. Маша. Думаю, интересно, Маше что-то перепадет или нет. Уже было просто интересно. Думаю, всем уже, детям вроде как, ну, не всем, но большинству детей на что-то заказала. Думаю, Маша будет или нет? Будет, Маше будет маленький мешочек, даже не так, очень маленький мешочек для обуви. Я не знаю, что в него поместится. Настя так взяла его, посмотрела, посмотрела, со всех сторон рассмотрела, говорит, что-то он очень маленький. Я думаю, что туда никакая обувь не поместится. Туда может поместиться пенал, туда может поместиться коробка красок. Я не знаю, что туда еще может поместиться. Но вот такого вот размера максимум. Поэтому как очень маленький мешочек. Но взяла Маше для того, чтобы не говорили, что Маше ничего не взяли. Взяли Маше вот мешочек для обуви, предполагается. Себе она взяла платочек. На голову, говорит, такое, как носили наши бабушки. Думаю, интересно, куда она его собирается надевать. Сейчас очень мне интересно, в цепь она собирается идти. Или куда вот она в этом платочке собирается идти. Где она собирается декилировать, показывать такую вот моду. Просто мне интересно. Или может быть, это правильно, кстати. Надеть этот платок во время готовки, чтобы быть уверены, что в твоей готовке, в твоих блюдах нет волос твоих. Что ничего там в голову не падает. Если из этих соображений, то это здорово. А если надеть этот платок и пойти гулять? Ну, я не знаю. Платье-рубаху взяла себе. Полосатенькую такую. Вы знаете, черно-белая такая расцветочка. Но без рукавов. Но, как мне кажется, сейчас уже Настя не в том возрасте, чтобы носить что-то без рукавов. Она примерила, да. Но ей все-таки нужен рукавчик. Ну, конечно, может быть, не три четверти, но обыкновенный короткий рукавчик нужен. Ну, потому что уже возраст не позволяет носить что-то без рукавов. Ну, и некрасиво, конечно, без рукавов что-то носить уже в этом возрасте. Шторы купила в коридор. Светлые, говорит, не стала брать темной. Ну, нормально. Значит, шторы и носки не стала брать темной. А футболочки, а какие-то тунички стала брать темной. Молодец. Просто мать года. Что сказать? И хочет она эти шторы резать на две части для того, чтобы в коридоре все у нее гармонично смотрелось. Насколько я поняла, Василек отшивает постельное белье по размерам. То есть, даже нестандартные размеры Василек отшивает. Я так думаю, что если спросить Василек, может ли он отшить по нужным размерам шторы, я думаю, тут вообще никакого труда не составит Васильку это сделать. Но Настя не ищет легких путей. Она сама решила этим заняться. Ну, посмотрим. Великая же меня Настя. Хоть бы она не испортила эти шторы. Ой, хоть бы не испортила, хоть бы все прошло хорошо. Ну, и на этом, в принципе, заканчивается влог Тарантиных. Я буду заканчивать свой обзор. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если он вам не понравился, ставьте мне дизлайки. Хотите, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем пока-пока.